Всем привет! Сегодня мы поговорим про одно из устройств умного дома, которое позволит управлять не только одним прибором, а чуть ли не всеми. Но все зависит от вашей разводки, электричества по дому или квартире. Речь пойдет о автоматического нафастного выключателя. В народе автомат с возможностью управления по Wi-Fi. Кроме банального включения или выключения любых приборов до 40 Ампер, автомат может вести мониторинг текущей нагрузки, напряжения и потребления. Если бы не одно «но», про которое я расскажу далее. Доставкой заняло примерно 2 недели, упакованный товар простую транспортировочную коробку, внутри еще одна упаковка из определенного кулька, в котором уже находится автомат и инструкция. Прочтая инструкцию, мы видим, что автомат позволяет кратковременную нагрузку до 63 Ампер или до 13,9 кВт. В целом автомат рассчитан для работы с нагрузкой 40 Ампер или 8-8 кВт. И в целом полноценно может заменить любой вводной автомат в квартире или в доме. Сам автомат практически ничем не отличается от простых и неумных автоматов. В верхней части светодиодная индикация соединения с Wi-Fi сетью и режимы работы автоматов. Выключен или включен. Индикация довольно важна, так как вместо тумблера, как в обычном автомате, тут используется одна кнопка включения и выключения. Она же отвечает за сопряжение устройства. При успешном соединении с Wi-Fi индикатор сигнала будет гореть синим цветом, а индикатор включения и выключения будет гореть розовым. В случае включения автомата, если его выключить, создает потухнет. Автомат занимает одно место на один рейке и крепится на него, как и обычный автомат. И нацепили он автомат на рейку, зафиксировали его с помощью зеленого фиксатора в нижней части автомата. В верхней части ввод, в нижней части вывод. Все как у стандартных автоматов, но для подключения устройства нам понадобится нулевая линия. Провод для подключения аккуратно вывели из верхней части автомата. Качество исполнения колодок для проводов у меня вопросов не возникло. На левой части у нас находится информация по сопряжению устройства. Для этого надо удерживать кнопку включения и выключения 5 секунд, дождаться пока индикатор Wi-Fi моргнет 3 раза. На один рейке держится отлично. У меня претензий нет. При необходимости его можно легко демонтировать этот автомат и заменить на другой. Монтируем, подключаем проводку, переводим в автомат в режим сопряжения. Для управления автоматом из любой точки мира нам нужен только Wi-Fi подключение к нашему роутеру. Для работы с автоматом нам понадобится смартфон на платформе Android или iOS. И из плеймарки установим приложение EW Link. Регистрируемся и входим в свой аккаунт. При первом включении у нас уже автомат будет автоматически искать Wi-Fi сеть. Если мне этого не присутствует, 6 секунд ждем кнопку включения и выключения. И нажимаем плюсик в нижней части программы и жмем на быстрое сопряжение кикпайлинг для добавления. Так как устройство у нас одно, то выбираем add one device. Выбираем нашу домашнюю Wi-Fi сеть, вводим пароль от нее. Поддерживается работа только в 2,4 ГГц Wi-Fi сети. Спустя несколько секунд программа найдет наш автомат, добавит его к общему списку ваших умных девайсов. Обзываем наше устройство и выбираем его виртуальное местоположение в нашем умном доме. Из главного меню программы мы можем не только видеть статус устройства, включено он или выключено, но также быстро включать или выключать его. Тут же небольшой пиктограммой обозначается значок Wi-Fi соединения. Перейдя внутрь управления нашим автоматом, программа нам сообщает о наличии нового обновления. Тут же расположилась единственная кнопка, отвечающая за включение или выключение устройства. При этом, если выключить автомат вручную, нажав физически на кнопочку, то статус ПО также изменится. Переходим в настройки. Тут можно изменить имя устройства, проверить наличное обновление в прошивке. На момент съемки версия ПО была 3.5.1. Создать группу устройств и управлять имя одновременно. Также изменить расположение в виртуальном доме, поделиться устройством на совместное управление с другими людьми. Можно включить или отключить всплывающее уме давление о статусе при изменении статуса устройства. Также производитель просмотрел отключение светодиода Wi-Fi подключения. Можно изменить статус устройства после отключения питания. По умолчанию это выключено, но можно выставить запомнить прошлое состояние. Во вкладке включение на время можно задать интервал время включения от 0.5 секунд до 1 часа. Эта функция будет удобна, если нам необходимо кратовременно подать питание на устройство для его включения в любое выключение, например, для управления электроприводом от катных ворот. В главном меню мы можем устанавливать различные способы расписания работы устройства. Выбирать время включения, дни недели, какое состояние изменить, включить или выключить. Также можно установить таймер включения или выключения от 1 минуты до 1 часа. После установки таймера в главном окне будет небольшая иконка рядом с таймером. Также можно установить цикличный таймер, допустим, на работу насоса. 3 часа работы, 3 часа отдыхать. Цикл работы может повторяться или чередоваться. Тогда можно установить разрешительный таймер для включения или выключенного состояния. Если перейти в режим сценариев, то работу автомата можно привязать не только ко времени суток и даже по восходу-заходу солнца, согласно вашему местоположению. Это будет удобно в случае автоматизации освещения. Но также включать или выключать автомат можно и с помощью других датчиков или выключателей. Допустим, когда выключатель 1 включен, включать ваш автомат. Период действия сценария также можно изменить по своей надобности. В целом, достаточно неплохой автомат, который, по сути, может заменить любую умную розетку при небольшом увеличении стоимости. Это актуально, когда надо управлять большими нагрузками, чем может умная розетка. Или даже для управлять электропитанием целым домом. Кроме этого, работу автомата можно защищать другими датчиками и условиями. Единственный минус в этом автомате в том, что в нем нет энергомониторинга. Но это сугубо моя вина, так как у процесса есть два вида таких автоматов. А при заказе я не обратил на это внимание. Ссылки на два автомата я дам сразу в описании под видео. Также забывайте про телеграм-канал, где не только происходит живое общение и ответ на вопросы, а также появляются интересные новинки, купоны на них, другие различные акции. Не забывайте также подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео про устройство умного и не очень дома. Ну и не делайте ошибок, как сделал я, всегда читайте описание продавцов на Алиэкспресс. Всем всего хорошего, пока-пока.